Вот поэтому предлагаю сейчас тоже позвонить по видеосвязи, у нас уже на связи Катя Чехова, певица. Катя, доброе утро. Доброе утро. Не слышим, Катя, пока что. Доброе утро. Слышим. Доброе, доброе утро. Как у вас есть уже новогоднее настроение? Готовитесь к Новому году? Конечно. У артистов всегда новогоднее настроение, потому что Новый год, простите за эту автологию, новогоднее-новогоднее. Это такой праздник, вообще это один из любимых моих праздников. И праздник, который насыщен событиями, какими-то съемками, записями новогодних огоньков. И мы, конечно, к этому готовимся заранее. Расскажите, вот какие методы создания новогодней атмосферы, какими методами вы пользуетесь? То есть дома или на работе тебе интересуется создание новогодней атмосферы? И там, и там. Сначала на работе, а потом все-таки к дому перейдем. Да. Как дома уют новогодний создаете? Ну, конечно, это нарядили уже елку, потому что раньше, когда не было дочери, елка наряжалась за день, наверное, до Нового года. А когда появился ребенок, хочется, ну, благодаря ей, наверное, в большей степени, эта атмосфера создается раньше. Все вокруг. В Москве холодно, морозно, снег идет, настроение новогоднее. То, что для меня ассоциации Нового года — это, конечно же, снег. Вокруг елочки наряжены все окна. Я вот показываю туда, потому что в соседних домах тоже любуюсь по вечерам, что огоньки светятся, и настроение уже создается. Ну, и помимо этого, конечно, это новые какие-то наряды, красивые, яркие, пайетки, все дела. Сценические у вас костюмы новогодние уже какие-то готовы? Вообще, в творчестве сейчас какой у вас период активный? Я знаю, что работаете над премьерной песней, которую в Севастополе мы увидим в новогоднюю ночь. Что еще интересного у вас на работе происходит? Над чем работаете? Вот у вас там все, наверное, уже сверкает, блестит в мишуре, в новогодней атмосфере. Да, мы будем участвовать в новогоднем оконке, смотрите нас обязательно, исполним новую песню, которая называется «Напиши мне». Так в планах очень много, конечно же, творить, конечно же, нести людям радость, потому что это одна из наших обязанностей. Не то, что обязанностей, а, наверное, данность какая-то. Каждый рожден для чего-то, и вот, собственно говоря, мы стараемся это делать, и очень приятно, что это откликается у людей. А как оно будет, вы же понимаете, что творчество — это такой процесс, незапланированный. Скажите, вот есть уже реализованная задумка, это клип на песню «Остановка в Севастополе». Вот в этом случае ожидания и реальные задумки совпалили, и какие еще нюансы остались за кадром? Ведь снимали очень рано утром. Снимали очень рано утром, а снимали еще и очень быстро. Это все случилось буквально, готовились к этому полгода, а может даже и больше. Николай думал-думал, и на часе позвонил и сказал, что «А давайте снимем видео вот прям вот завтра». Ну, как бы да, собрали вещи, и из Таганрога быстренько доехали в Севастополь, буквально за считанные, так сказать, часы подготовились. Спасибо ребятам, которые снимали, спасибо ребятам, которые участвовали, которые организовали, потому что это очень такой процесс кропотливый, но это как-то так сложилось все быстро, и мне кажется, получилось очень здорово. И те, кто не видел это видео, я настоятельно рекомендую посмотреть. И очень хочется, чтобы вам эта песня также откликнулась, как и наши всеми любимые. Да, но тем, кто не видел, мы сегодня покажем этот клип, а пока что вот небольшой такой пусть будет спойлер для тех, кто не видел. И интересно, наверное, будет узнать для тех, кто видел. Я уверена, тоже было много вопросов, что клип, он в стиле 80-х. Как костюмы, которые создавали в Севастополе, танцоры, которые наши из театра Елизарова. Что вас больше, наверное, вот в этом клипе порадовало? То, что вы отмечаете именно, что вам понравилось в этой работе больше всего? Вообще бывает такое, что в работе вам больше нравится вот что-то меньше, что-то больше? Честно говоря, у нас все так происходит быстро и спонтанно. Я не знаю почему, но вот как-то так сложилось. Что для меня это всегда какой-то маленький праздник. Какая-то работа дается, конечно, сложнее, какая-то полегче. Но конкретно это видео далось очень легко. Во-первых, потому что это Севастополь. Безусловно, это какая-то такая атмосфера в городе царит. Непередаваемые ощущения, их нужно испытать. Это вот как я побывала на Байкале, и всем тоже рекомендую туда обязательно съездить. И там тоже своеобразная такая атмосфера. И вообще наша страна, она полна таких мест. Обязательно. Да, я думаю, по России, если бы путешествовать, везде своя атмосфера. А Севастополь особенно прекрасен. А то, что конкретно касаемо видео, я просто немножко от тем дошла. Повторюсь, что большое спасибо ребятам, которые действительно вот за такое короткое время создали просто маленькое какое-то такое шоу. Опять же, благодаря костюмам, опять же, благодаря тому, что это было раннее утро. А утро, ну, тоже есть какая-то своя определенная такая аура. Не знаю, пошел дождь. Кстати, в 5 утра пошел дождь, когда запланирована была съемка. Но перед тем, как началась съемка, дождь закончился. Ну, вот как-то так бывает. Мы очень переживали, что он пойдет сильнее, но нет. Нет, все хорошо распогодилось, солнышко вышло, и получилось то, что получилось. Там, где управляют погодой наверху, они такие, а, клип же снимают. Мы забыли. Перекрываем быстро вентиль. Ну, слушайте, и получилось подарок. Вот такой подарок севастопольцам, потому что самые знаковые, наверное, места в клипе, все узнаваемые. Вот, и будет теперь на Новый год еще один подарок тоже севастопольцам от вас. А вот, кстати, про подарки. Уже закупаете подарки родственникам, гостям, которые нахлынут, скорее всего, негаданно, нежданно? Друзья, какие подарки в этом году, на что так обращаете внимание, как выбираете? Ну, я, конечно, прислушиваюсь. Вообще стараюсь в течение года прислушиваться и перестала покупать всякие бесполезные вещи. То есть, может быть, что-то человеку нужно. По крайней мере, родным я уже знаю, что нужно, и почти всем купили. Но вот ребенок, конечно, с каждым днем все больше удивляет. На нем был недавно день рождения. Она просила рыбку, мы ей рыбку подарили. Вот у нас теперь живет еще один питомец, а теперь она говорит о попугайчике. Ну, как бы, нет, это уже все. Да, достаточно. То есть, у нас есть кошечка, у нас есть рыбка. Конечно, я прислушиваюсь к ее желаниям, но стараюсь объяснить, что так и так все-таки живое существо – это ответственность. И мы уж, наверное, лучше как-то, наверное, ближе к игрушкам, может быть, какие-то игры. Так что да, вот как любому ребенку пишем письмо пока Деду Морозу, нам 7 лет. Ну, пишем еще, да, кладем его на подоконник. Знаю, у меня знакомые кладут в морозилку. Наше письмо мы уже благополучно забрали. Ждем. А вы уже заказали Деду Морозу подарки? Мужу, Деду Морозу, всем? Да, я вообще такой человек, мне очень не всегда все нужно и очень сложно. Даже вот если ставят деньги, они всегда уходят не туда, куда нужно. Но в этом году Дед Мороз мне сказал так, что пойдем вместе и праздравимся. Практично. Да, удобно, не надо задумываться. А расскажите, как утро у вас начинается, с чего, может, какие-то ритуалы есть особенные? Да, мы сегодня разговаривали про ритуалы утренние, про медитации, кофе по утрам у кого-то, тоже ритуал. Как ваше утро начинается? Рано, поздно встаете? Какие советы, чтобы проснуться и выглядеть хорошо? Спасибо большое, вы тоже. Я прям, вы такие освещенные, я сижу, вот не знаю, насколько меня видно. Видно хорошо. Мое утро начинается... Спасибо. Мое утро начинается всегда по-разному, потому что, если это какие-то гастроли, это, конечно же, ну, хотелось бы поспать, но не получается. Вообще не могу сказать, во сколько я встаю, я всегда стою по-разному. Но мне нужно обязательно проснуться и не бежать, то есть немножечко полежать. То есть если это ритуал, то немножечко полежать в кровати. Я не кофеман, но если это вкусный, хороший кофе, то я его попью. Ну, я больше предпочитаю чай с лимоном. А так, в последнее время, ну, немножко были проблемы со здоровьем, и я отложила это дело, но начала заниматься домашним фитнесом. У меня есть прекрасный тренер, спасибо ей огромное. Она сама, мама троих детей, сама к этому пришла, что нужно поддерживать своё тело, но хотя оно моложе меня. То есть тренер онлайн, получается, да, у вас? Что? Тренер онлайн, получается. Насколько это работает, насколько это мотивирует, заставляет через экран вас человек? Как, что за чудо-мотивация? Вы знаете, мотивация я сама себе, потому что, когда ты одеваешь джинсы и понимаешь, что, ага, здесь как-то немножко воперайшн, нужно это всё дело скорректировать, я себя заставляю. Я ленивая, признаюсь, но чтобы выглядеть хорошо, чтобы поддерживать фигуру, обязательно нужно заниматься спортом. Ну и питание, это безусловно. Хотя у всех по-разному тоже, у всех разный организм. Вот, допустим, Ульяна, конкретная девочка, с которой я занимаюсь, она вообще начала всё, мы сдали кровь, мы посмотрели, вообще просто вот изучили мой организм, то есть у каждого есть какие-то провалы. Всё это очень индивидуально. Кому-то нужно корректировать питание, кому-то нужно придерживаться каких-то определённых, можно есть в принципе, можно есть всё. Главное, что вы идите. Главное, что в норме. Это действительно, это правильно, такой интересный подход. Главное, с умом подошли. Уверена, теперь это... С умом, да. Главное, чтобы эта правильная привычка перешла и в следующий год, с неё нужно начать. Сейчас работа, наверное, у вас тоже немало кипит над клипами, над новыми премьерами, проектами. Увидим, получается, премьеру мы в новогоднюю ночь на первом севастопольском. Премьера клипа или песни пока что? Видео. Вид. Это будет видеоряд к песне, я бы так назвала. 31 числа в новогоднем огоньке на первом севастопольском. Катя Чехова будет для севастопольцев петь, выступать. И мы с вами свяжемся обязательно 31-го. Поздравим вас, передадим вам севастопольский новогодний привет. А пока что предлагаю посмотреть клип, постановка, который, может быть, кто-то не видел. А очень зря. Я уверена, он обязательно понравится и припев заест у каждого. Смотрим. Проводи меня до остановки. А дальше я пойду сама. Мои слова к тебе нелепы и неловки. Твои слова, от них крушится голова. На гитаре мы разные с тобой агольты. На карте разные города. По ночному проспекту, ночному городу. Я скажу тебе нет, ты мне скажешь да. Между нами города. Между нами реки и мосты. Между нами ты. Между нами я. Между нами земля. Между нами моря. Все пришли. Это остановка моя. Между нами города. Между нами реки и мосты. Между нами ты. Между нами я. Между нами земля. Между нами моря. Все пришли. Все пришли. Это остановка моя. Не приходи за мной до остановки. Не приходи за мной никогда. Мне известны все твои уловки. Я их придумала сама. На гитаре мы разные с тобой агольты. На карте разные города. По ночному проспекту, ночному городу. Я скажу тебе нет, ты мне скажешь да. Между нами города. Между нами реки и мосты. Между нами ты. Между нами я. Между нами земля. Между нами моря. Все пришли. Это остановка моя. Между нами города. Между нами реки и мосты. Между нами ты. Между нами я. Между нами земля. Между нами моря. Все пришли, это остановка моя Между нами города, между нами реки и мосты Между нами ты, между нами я Между нами земля, между нами моря Все пришли, это остановка моя Катя, это чудесный клип, мы уже на связи? Катя еще с нами? Теперь на связи, можем обращаться Катя, спасибо большое за такое настроение и утро Ты наконец-то проснулся В процессе, но теперь я более бодрый После такого зажигательного и яркого клипа Мы сидели, подпевали, мне кажется Все тоже подпевали, там уже появляются у нас и зрители, и комментарии Катя, спасибо вам большое, что это утро начали с нами Эти выходные тоже стартовали у вас с первого севастопольского Желаем хорошего, продуктивного сегодня дня И вообще хороших выходных Подготовки к Новому году И прекрасного настроения Уже пора поздравлять с наступающим Да, с наступающим Можно уже поздравлять? Спасибо, ребята, огромное вам за общение Было очень приятно познакомиться Я всем вам желаю добра, теплоты и уюта в ваших домах С наступающим Спасибо большое Кем не встретимся Надеюсь, встретимся обязательно А остановка, это, кстати, не оригинал Если будет интересно, можете послушать еще оригинальную версию этого трека Так, и сейчас всем будем... Да, после программы «Утро», конечно Да, рассылайся оригинал Спасибо большое Обязательно Спасибо, и увидимся скоро До свидания До свидания До свидания